Даже в детском футболе кипят нешуточные страсти. Ребята из ноябрьской команды болеют за красивую игру. Чтобы попасть на это открытое первенство, им пришлось забить не один гол в отборочном туре. Мы долго старались, чтобы выйти на финал и вышли. Скажите, как думаете, с кем будет сложнее всего играть на этом турнире? С Кукинским! С Новым Рингоем! С Новым Рингоем! С Кукинским! Роман Щербаков приехал в Таркасале из Моздока. До этого играл за команду «Газпром Ставрополь». А сейчас после серьезной травмы занялся тренерской работой. Главная задача – поиграть, не выиграть даже. Чтобы дети поборолись, поиграли. Больше техники, а потом уже тактически начинают. Ну, мы тактически даем пока, по чуть-чуть там, пошире, чтобы толпой не бегали. Нету проигравших, и надо играть командой. У вас какая вообще тактика будет сегодня? Что вам тренер сказал, что нужно делать? Ну, играть, как настоящие футболисты. Самые уверенные в себе оказались губкинские футболисты. Сразу видно – растут мужчины. Мы хотим их победить, мы их разорвем. У нас стратегия – обыграть всю команду и забить гол. Миллион голов! Он, ну, у нас стратегия 43. А вратарь губкинской команды Никита Маковеев не только уверен в победе, но и мечтает достигнуть таких же успехов, как Лев Яшин. Сначала я был игроком, а потом на воротах захотел стать. У меня на воротах получалось лучше, чем играть. И вот я стал на воротах. Будущий Лев Яшин защитил ворота на второе место. У губкинской команды – серебро. Бронза у торкосолинских спортсменов. Победителями турнира стали футболисты из нового Уренгоя. Дмитрий Самоленко, Денис Гимб. Новости губкинского. Дмитрий Самоленко, Денис Гимб. Новости губкинского.